Здравствуйте! Наверняка вы все слышали о такой крутой компании, как Valve. У них на счету много легендарных, шедевральных и попросту любимых многими проектов. Начиная общеизвестным Counter-Strike, заканчивая шедевральным Half-Life. А если не знаете, то я сейчас расскажу. Valve Corporation. Американская компания, разработчик компьютерных игр, создавшая такие серии игр, как Half-Life, Portal, Counter-Strike, Team Fortress, Day of the Fat, Lead for Dead, Ricochet, Alien Swarm, Dota 2 и Artifact. Основанно 24 августа 1996 года Гейбл Ньюэлл и Майкл Харрингтон. Portal Survive. Portal. Это экспериментальный проект Valve, действие которого происходит во вселенной Half-Life. В лаборатории исследования природы порталов Aperture Science. Мы управляем девушкой по имени Челл, которая вынуждена проходить испытания под надзором восхитительного искусственного интеллекта Гладос. Игра была выпущена для ПК и Xbox 360 в составе сборника The Orange Box 10 октября 2007 года. Фильм начинается с экрана, на котором прописывается системный код о кремировании Челл. На фоне в это время Гладос мило говорит ей. Следом мы видим, как Челл убегает, чему машина недовольна. Особенно все по канону. Хочу сказать, что порталы и их механику неплохо здесь воссоздали. Да и вообще здесь можно увидеть каноничные лучи, Гладос, да и сам образ девушки неплохо подобран. Дальше нам показывают день, в котором активировали Гладос, и она убила всех, кроме Дага Райтмана. Это не все. Но что было дальше, можете посмотреть в ссылках в описании. Я поставлю фильму 7 лямбт из 10, можно посмотреть. Идем дальше. Portal No Escape. Вот тут уже интересный проект. Снят он довольно хорошо. Графика для фанатского фильма 2011 года тоже хороша. Фильм показывали на Комиконе, и он понравился фанатам. И о ней много хороших отзывов. Все начинается с того, что главная героиня просыпается в запертой неизвестной ей комнате в больничной пижаме. Она понимает, что ей не выбраться, и что за ней следят по камерам, и даже периодически ее кормят. А значит, где-то выход есть. Поняв это, она решает взять силу в кулак и думать, как ей выбраться, пока не находит портальную пушку. Мне очень понравилось, как здесь реализованы порталы. Очень интересно. Девушка все же выбирается на волю, перехитрив охрану. Но оказывается, что это всего лишь иллюзия. И финальный кадр оставляет после себя улыбку у фанатов игры. От фильма я получил удовольствие, поэтому поставлю 9 лямб из 10. Let for Dead Impulse 76 Let for Dead — это многопользовательская компьютерная игра в жанрах шутера от первого лица. Мы играем за одного из четырех выживших в зомби-апокалипсисе. Наша цель — пройти все толпы зомби через города, заводы, болота, кладбище, чтобы выбраться из зоны заражения. Фильм начинается с одного из персонажей, которого, как и в игре, зовут Фрэнсис. Дальше неплохо обыгрывается момент из игры о смерти одного из персонажей крутого старика Билла. Нам показывают оставшихся персонажей, убитых горем, но все-таки они решают собрать с поля сопли, положить их в карман и отправиться дальше эпично моча зомбаков. В первой половине фильма можно неплохо так проорать и получить удовольствие, но дальше... Дальше они нечаянно, в миллион-миллиардный раз ведутся на удочку ведьмы, отчего один из них чуть не умирает. Но ему на помощь приходит... Мастер Чиф из Халлу. И потом к нам подключаются другие персонажи из разных фильмов. Короче, трешак. Несмотря на всю странную концовку, я получил удовольствие от этого произведения, поэтому дам половину. 5 лямбт из 10. Let for Dead The Movie. Ожидаемый фанатами фильм, который, как и я, ждали большего. Но... имеем, что имеем. Фильм большой, поэтому перескажу коротко. Все начинается с того, что одна из героев просыпается в лесу и ищет выход, но на нее нападает охотник. Одна из разновидностей зомби в игре. Короче, оказывается, что это сом, и нам показывают остальных персонажей. Билла, Фрэнсиса и Луиса. Кстати, мне не понравилось, каких актеров набрали в каст. Единственное, что органично здесь смотрится, это, наверное, Луис. Ну... более-менее. Герои выходят в небольшой рыбацкий городок, в который их ведет Фрэнсис. На пути они наталкиваются на заброшенную школу. Ну, как заброшенную? В ней, как оказывается, обитает какой-то поехавший мужик, который кормит их и помогает добраться до радиостанции. Выжившие добираются туда и связываются с ближайшим радиоаппаратом. Это, оказывается, вертолет. Когда он прилетает, его сбивает танк. Не тот танк, а другой. Танк – это огромный зомби, обладающий огромной силой. Из игры. Герои побеждают его, находят ближайшую машину и добираются до того городка. Все. Хочу сказать, что он попросту скучный. Эффекты во многих местах сильно хромают. Актеры не подходят. Единственное, что мне понравилось – это предыстория персонажей. В день первого заражения. Ставлю, ладно, 5 лямб из 10. Хроники Фримена. Что ж, это великолепный мини-сериал, пилотный эпизод которого «Знакомство с Фрименом» вышло еще в 2012 году. И в нем было уже свое очарование. Отличные костюмы зомби. Джимен. Сам Фримен. Все сделано классно. Сюжет я пересказывать не буду, сами посмотрите. 8 из 10. Что до хроник Фримена – это восхитительные три карткометражки, объединенные одним сюжетом. Сериал был сделан по первой революционной и самой культовой франшизе игр от Valve – Half-Life. Весь сериал выдержан в духе первой части. Такая своеобразная дань почета и любви оригинальной Half-Life. Фримен с охранником и доктором, которого убивают в начале, подходят к черной меди, в которой они получают очередь обстрелов из автоматов военных. Фримена оглушают гранаты и нам показывают Джимена, который говорит, что пора проснуться. Охранник и Фримен забегают в укрытие, в котором их уже ждет турель и зомби. Фримен побеждает монстра и переворачивает турель, и они с охранником идут дальше. В одном из корпусов они встречают ученых и продолжают уже с ними пробираться через Мезу. Попутно встречая Барнакла, Вратигунта, который побеждает одного из ученых, поджаривает его, и военных. Разобравшись с ними, они выходят наружу, где их уже ждет вертолет, который пускает в них ракету. Прямо перед взрывом время останавливается, и появляется Джимен, который до чертиков великолепен, и предлагает Фримену каноничную сделку. Мне сериал принес дикое удовольствие, поэтому поставлю 10 лямбт из 10. Я просто хочу сказать, что все сегодняшние проекты были сделаны, какими они мне были, были сделаны с большой любовью фанатов к играм Valve. И я надеюсь, что она не угаснет. В сегодняшнем меню были оглашены не все короткометражки, поэтому если вы захотите, я сделаю вторую часть. Пишите об этом в комментариях. На этом все, я закончу. Всем пока. Все. Такая вот атмосферка. Пишите в комментариях, как на вам. Что за кадром? Я не знаю, показывать вам или нет. Но за кадром просто, да. Все максимально хреново. Пишите, как вам этот ужас в комментариях.